Здравствуйте! Это служба новостей город в студии Екатерина Грившинская и в этом выпуске события понедельника. Смотрите в ближайшие минуты. Дождемся или нет? Президент Дмитрий Медведев в очередной раз собрался приехать в Калининградскую область. Какие объекты посетит и с кем встретится? Все подробности материалей Марии Постниковой. Пока утертый, правильный температурный режим и 10 часов кропотливой работы. Рецепт натурального шоколада выясняла Татьяна Караханова. Больше 100 килограмм янтаря в свободном доступе, как искали солнечный камень на побережье в Польше. Рецепт натурального шоколада Жителям и гостям города не рекомендуется парковать машины рядом с деревьями, рекламными щитами или под балконами. И не находиться самим в таких местах. Во время грозы на улице лучше не пользоваться мобильным телефоном. 12 июля в России объявлен днем траура по погибшим в катастрофе теплохода Булгария. Напомним, ЧП произошло на Волге в воскресенье. На борту находилось более 150 человек. На месте происшествия сейчас работают специалисты, но, по их словам, надежды найти живых почти нет. Сейчас Генпрокуратура должна провести расследование на соблюдение норм безопасности на затонувшем судне. Также после этой катастрофы президент России Дмитрий Медведев дал указание провести тотальную проверку всех транспортных средств, которые занимаются перевозкой пассажиров. В том числе планируется проверить все старые суда, заставить владельцев провести капитальный ремонт или вывести их из эксплуатации. Есть информация, что теплоход Булгарии использовался дольше положенного, больше 25 лет, и в этот рейс вышел без лицензии. Наша телекомпания приносит соболезнования семьям погибших. Теперь к другим темам. Уже в эти выходные все местные сайты облетела новость. К нам едет президент. Вся информация уместилась в десяток строчек. Когда ожидать? И очень коротко план мероприятий. Президент хотел посмотреть резиденцию в Пионерском и еще пару важных объектов. Напомню, что последний раз Дмитрия Медведева в Калининграде ждали в 2009. Дождутся ли на этот раз и о чем его хотят спросить калининградцы? Об этом в следующем сюжете. В Калининградскую область Дмитрий Медведев приезжал трижды. Тогда он еще был первым вице-премьером правительства страны и отвечал за реализацию национальных проектов. Два первых визита в 2006 и 2007 году выпали на июль. И каждый раз будущий президент интересовался, а можно ли сейчас купаться на косе. Искупаться на Куршской косе будущему президенту так и не удалось. В свой первый июльский приезд в 2006 он побывал в поселке Малиники Гуревского района. Оттуда отправился в Добринскую среднюю школу в поселке Тростники. А в Матросово вице-премьер провел совещание по проблемам газификации. Тогда местные жители пожаловались Дмитрию Медведеву, что для многих голубое топливо пока еще роскошь. А вот с какими проблемами обратились бы к нему калининградцы сейчас? Я бы спросил, почему нашим детям приходится жилье, купить его невозможно. Почему не дают жилье? То есть должна быть какая-то программа, какая-то ипотечная программа, которая бы работала реально. Потому что дети идут жить к родителям, не нравится, к другим родителям не нравится. И они разводятся, никакого нет демографического взрыва, никто не рожает. Это смысл переименовывать милицию в полицию? Ну, не знаю, что-нибудь по поводу ЕГЭ. Смысл было бы переделывать обычный экзамен в форму единого государственного экзамена. Вы сами знаете эти вопросы? Вы сами знаете. И душа болит, как у постоянного здесь жителя, с 57-го года живущего здесь. Какой город был и какой стал? Почему средний уровень жизни в России не очень большой? То есть не очень высокий, скажем так. Почему реформы двигаются медленно? Во-вторых, почему очень медленно, в том числе по реформированию, в плане реформы, почему борьба с коррупцией недостаточно ведется, хотя она все на виду. Когда разгрузят дороги, это первое, потому что пробки, это бесконечные пробки, это во-первых. И когда перестанет вот этот беспредел с автотранспортом твориться? Да, и самое главное, дороги, дороги. Потому что мы у нас любители, автомобилисты, да, с дорогами вообще. Дороги в таком состоянии плохом. Хотя выделяются деньги, вроде там что-то делается, но куда-то наши налоги уходят не кисло. В последний раз Дмитрий Медведев посещал самый западный регион России в январе 2008 года. Тогда он уже был кандидатом в президенты страны. И его поездка уложилась в несколько часов. Он провел совещание на предприятии в Светлом, побывал на кирпичном заводе, а также обсудил квартирный вопрос с офицерами Балтфлота. В свой первый визит уже в качестве президента он собирался посетить новую резиденцию в Пионерском. Кстати, на местных форумах эту новость успели обсудить. А также пригласить Дмитрия Анатольевича на улицу Куйбышева. Там три года не могут сделать дорогу, а еще проехаться по Гагарина и Емельянова. И прогуляться по Ялтинскому парку, где скоро возведут административное здание. И еще в понедельник утром все были уверены, что 12 июля президент Дмитрий Медведев приедет в Калининград. Но поездку срочно пришлось отменить из-за дня трауры по погибшим на теплоходе Булгарии. Мария Пусникова, Михаил Илькевич, Служба новостей, город. В России могут разрешить ношение оружия с пулевыми патронами. Подобный законопроект на рассмотрение в Госдуму внесли депутаты партии ЛДПР. Законопроект разрешает россиянам носить короткоствольное огнестрельное оружие с пулевыми патронами с целью самообороны. Действующее законодательство сейчас разрешает иметь при себе оружие ограниченного поражения с патронами травматического газового или светозвукового действия. Парламентарии считают, что такая защита малоэффективна. После подписания нового закона оружие с пулевыми патронами смогут купить россияне старше 23 лет, если прошли службу по призыву или контракту в вооруженных силах или специальную подготовку по обращению с оружием. Лицензия на оружие будет выдаваться органам внутренних дел. Польша разбрасывается янтарем. Больше 100 килограммов камня. В польском местечке янтарь на побережье искали русские, французы, литовцы и поляки. Здесь прошел 13-й международный чемпионат мира по ловле янтаря. Принять участие в нем мог любой желающий. Регистрировали всех, даже трехлетних детей. Приехали на соревнования и калининградцы, причем опытные ловцы солнечного камня. Чего ради такая забава и почему Польша так легко расстается с ценным камнем? Наша съемочная группа побывала на чемпионате. Эти мешки с самого утра не давали покоя ни отдыхающим, ни участникам. В горе речного мусора ловцам придется найти крупицы янтаря. На все это у них только 10 минут. Помощь – сачок, грабли и сито. Какое количество янтаря будет разбросано в мусоре, мы не особо задумывались. Просто поделили общее количество на количество участников. Получилось по 120 граммов на человека. Так уже и 13 лет не меняется. Эту забаву и правила ловли янтаря на суше придумал Богдан Донке, организатор международного чемпионата по ловле янтаря. Сейчас это самый популярный вид спорта во всей Польше. Ежегодно тысячи туристов приезжают, чтобы посмотреть на это зрелище. И янтаря полякам не жалко. На этот чемпионат они привезли с собой центнер солнечного камня. Каждые 10 минут в куче мусора его количество будет увеличиваться. А у каждого участника будет возможность собрать больше нормы. Не каждый же найдет все 120 граммов. Кто-то найдет 70-60, а он даже все накапливается. И люди ходят, смотрят на каком, кто меньше нашел, на каком из этих секталов. И потом приходят к организаторам и просят, а вы мне поставьте вот в тот сектор. Антон Трофимов официальный представитель российской команды на чемпионате. Это он заразил русских этой забавой. Несколько лет Трофимов отбирает лучших ловцов в России. Но только у него в этом конкурсе свои правила. Мы делаем так, что янтарь возвращаем назад. А поляки, они экономят янтарь. Да и назад его не получат. Он сдал на взвешивание и все, он назад уходит от гранизатора. Погода тоже меняет правила игры. Если нет волн, в бонус участникам судьи выбрасывают еще 120 граммов янтаря в море. Но пользуются этой возможностью единицы. Игрок польской команды Кадеуш на этом потерял и во времени, и в граммах. Наша команда оказалась самой громкой и ловкой. Даже в процессе поиска участницы успевали давать корреспондентам интервью и советы, как можно использовать янтарь по назначению. Картины сувенирные, магниты. Но вот Кадеуш говорить на камеру отказался. Как настоящий спортсмен, он был результатом недоволен. Количество собранного янтаря на весах показало чуть больше 57 граммов. В прошлом году было 112. Расстроились и родители. На прошлом чемпионате их сын был вторым. Он так думал, что будет лучше. Но не знаю, что это так будет хорошо, потому что много было ружьей. Ружьей. Палки. Палки. Ну, не знаю. Может, было бы хорошо, чтобы Бурштин, Бурштин-Янтарь, был хороший. Янтарь. Янтарь был хороший. Ежегодно на участие в чемпионате приходит больше 100 заявок. Регистрирует всех, даже малышей. В России эта затея пока только на плечах энтузиастов. Но планы у них грандиозные. В августе чемпионат по ловле янтаря, но уже с элементами экстрима пройдет в Калининграде. Алексей Колодкин, Екатерина Горюшинская, служба новостей город. Смотрите во второй части нашего выпуска после небольшой рекламы. Немного гламура не помешает. Калининградские дрифтеры показали, на что способны их железные леди. По России с левым рулем. Машины с правым рулем скоро не будут ездить по стране. Шоколад классический или с красным перцем во всем мире празднуют день любимого лакомства. Вы смотрите службу новостей город. Мы продолжаем. Местные любители автоэкстрима устроили фотосессию с показательным заездом. Сотрудники ГИБДД разрешили, но предупредили, чтобы не мешали соседям. Своей площадки у ребят нет, пока они тренируются в Литве, причем занимают там призовые места. Каких трудов стоят затраты и победы, пыталась выяснить наша съемочная группа. Красавица на розовый БМВ. С товарищем можно вот туда, где две машины, туда припарковаться, елкой-то дни. Эффектный выход вполне в ее стиле. И неженские увлечения Альпине тоже подстать. Все девочки в детстве играли в куклы, а она в машинке. И вот доигралась. Гламурь, естественно, ну и как бы женский цвет. Сразу получается, что девушка за рулем. В принципе, некоторые ребята не сразу понимают, что ездит девушка. Мастерство вождения. Первым делом судейская коллегия будет оценивать даже не мастерство. На параде «Железных леди» внешний тюнинг имеет значение. И здесь в ней всякая конкуренция и сине-зеленая сиена. Ее называют гордостью калининградских дорог. Но выступает на ней Алексей Зорин чаще в соседней Литве. Я еще езжу туда постоянно на тренировки на выходных. Намного больше опыта набрал там. Потому что там отдельная трасса для этого всего есть. Никаких там ни милиции, ни кого. Все приезжают, наоборот, посмотреть. У нас просто нет возможности участвовать в соревнованиях, так как нету площадок. А когда мы куда-то приезжаем, нас быстро поселяют гаишники. В этот раз сотрудники ГИБДД отнеслись с пониманием. Только попросили не шуметь и соблюдать технику безопасности. Тамковщицы наши любимые. Давайте перебивайтесь и пора трясти за... А когда прозвучала команда «Все откройте капоты», внимание зрителей переключилось. Настоящие ценители знают толк в тюнинге двигателей. Даже если ездят на машинах мощностью в разы больше. У меня джип, туда тоже много вложений идет. Там тоже, как сказать, тюнингуйся, но там другой тюнинг. Там надо поднять, проходимость увеличить. То есть колеса, лифт, лебедки, всякое такое. То есть это тоже денег стоит, да немало. Показать свои автомобильные шедевры и посмотреть на другие. При виде этого авто зрители испытывали смешанные чувства. Вроде бы стильно, а с другой стороны непрезентабельно. Но затрат требует немалых. Дешевле выделить площадку. Для таких любителей дрифта и экстрима. Мы надеемся, что городские власти нам в скором будущем помогут в этом. Все-таки определяют какую-нибудь, найдут нам площадку хотя бы, где мы можем спокойно собираться без всякой суеты, без всяких проблем. Надеюсь на это. Из Калининграда в Москву полетел самолет с треснувшим стеклом. Об этом не только в нашей рубрике «Короткой строкой». Общественная палата Российской Федерации открыла горячую линию по защите прав туристов. По телефону 8 800 700 8 800 может обратиться любой россиянин, кто оказался в сложной ситуации за границей или на территории нашей страны во время отпуска. Больше всего нарушений со стороны туроператоров, авиаперевозчиков и других компаний приходится на июль и август. Данные, полученные по результатам горячей линии, передадут в Ростуризм. В воскресенье из Калининграда в Москву полетел самолет с треснувшим стеклом. Оно лопнуло у самолета компании «Донавия» еще на подлете к Храброво. Из-за этого рейс из нашего города до Москвы решили отменить. Позже стекло укрепили. Самолет решили все-таки отправить в столицу. Половина пассажиров лететь отказалась. Их отправили в Москву на следующий день. На восстановление ливневок и дренажной системы в Калининграде нужно более 1 миллиарда рублей. Городские власти уже разработали профильную программу. Она уже рассмотрена и одобрена депутатами окружного совета. Исполняющий обязанности председателя комитета городского хозяйства Александр Хазак рассчитывает, что деньги на реализацию программы будут запланированы в бюджете на следующий год. В России могут запретить праворульные машины. Это сейчас обсуждают в проекте нового техрегламента для стран Таможенного союза. Когда документ подпишут и он вступит в силу, машину с правым рулем нельзя будет поставить на учет. Исключение составит машины, которые обслуживают коммунальное хозяйство и используются для содержания дорог. Такой запрет уже действует в Казахстане и Белоруссии. В Светлом открыли первую площадку для пляжного футбола. В центре города для этого завезли больше 900 тонн песка. Часть заимствовали из янтарного. Сделали площадку буквально за две недели. Первыми в футбол на песке сыграли 10-летние ученики Светловской спортивной школы. Николай Цуканов пообещал, что площадки для пляжных видов спорта скоро появятся в Пионерском, Балтийске и Зеленоградске. Курсы валют на 12 июля. Доллар США 28 рублей 8 копеек, евро 39 рублей 80 копеек, литовский рит 11 рублей 50 копеек, польский злотый 10 рублей 4 копейки. Шоколад с перцем, орехами, апельсинами, белый и традиционный горький. 11 июля во всем мире отмечается Всемирный день шоколада. В разных городах проводятся шоколадные выставки, экспозиции и даже фестивали. На суть жюри зрители подают только лучшие сладости. Наш корреспондент Татьяна Караханова выяснила рецепт настоящего калининградского шоколада. Какао тертый, какао масло, ванилин, лицетин и сахар. Из этого можно приготовить настоящий шоколад. Никаких порошков-заменителей, вкусовых добавок и ароматизаторов. Любые добавления испортят натуральный вкус. Какао тертый – это изначальный продукт, который получается из какао. Он самый дорогой. Потом уже перерабатывают какао-бобы на какао-порошок. Это уже побочный продукт, он намного дешевле. Можно из него делать шоколад, но уже гораздо хуже качеством и гораздо меньше содержания какао. 10 часов готовки и правильная температура. Когда повысить градус, когда понизить – это скорее не знание, а интуиция. Температура от 42 до 28 градусов. Самый важный процесс – кристаллизация шоколада. При неправильном проведенном этом процессе шоколад не получится. Глянцевый, блестящий на вид, а будет с белыми пятнами, белесами такой. То есть на нем появятся следы какао-масла. Дальше в ход идут специальные формы и глазировочный аппарат. Современные гуру шоколада делают упор на сложные конструкции. Форме уделяют внимание не меньше, чем содержанию. Сейчас они заполняются шоколадом. Дальше мы включаем вибратор, который убирает пузырьки. И трясутся, обезвоздушивается шоколад. Потом мы его переворачиваем. И получается внутри такая форма, в которую потом заливается начинка. Она застывает. И опять на этом же аппарате заливаем и выравниваем верхний слой шоколада. Молочный, белый с орехом – это уже называют классикой. Гурманов сейчас интересует эксклюзивный продукт. В Европе любители шоколада отказались от привычного вкуса. Нынче модно сочетать несочетаемое. Эти конфетки, они идут буквально со всеми специями, которые только можно придумать. Потому что шоколад с душистым перцем у них. Вот начинка, они заразированы из душистого перца, темного шоколада. Есть и из индийского тмина, который больше привычный в хлоп добавлять во все блюда. Там уже они привыкли давно это все в шоколад. В Калининграде такие разновидности шоколада уже есть. И кондитеры не собираются на этом останавливаться. Совсем скоро в наш город из Европы привезут еще около 70 новых рецептов приготовления. Татьяна Караханова, Виктор Бузин, служба новостей город. Ну и в продолжение темы. Сегодня мы вышли на улицы города и спросили калининградцев, какой шоколад они любят и за что. Я считаю, что шоколад можно употреблять с кофе, пить. Вот. И я считаю, что черный шоколад полезен для ума. То, что если съешь шоколад, то вы шумные. Я люблю молочный шоколад, а курький, конечно, полезнее. А я люблю со зелом. Без Олегов, без всего, просто шоколад. Мне нравится, как он тает на языке. У меня ощущение сладости и мягкости. Здорово. Еще я в Питере ел черный шоколад, который там был, он, это, так, был, это, черный, а внутри был белый. Это удовольствие в жизни. От этого всем легче становится. Учиться легче. Понимаешь легче. Поел, хоп, у родителей хороших больных. Любим вообще весь, любой. Ребенок любит очень. За конфетку Родина продаст. Ой, сложности трудняются. Я как-то предпочитаю его есть, особо не рассуждаю. Я просто его ем. Серьезно, я очень люблю шоколад. С коньячком. Тоже хорошо. Я люблю молочный шоколад. Ну, во-первых, он очень вкусный. Я не люблю черный. Он очень горький. Ну, он полезный, но я все равно не люблю. И белый я тоже не очень люблю. Я люблю молочный. И это все новости к этому часу. Если вы стали свидетелем уникального события или сняли его на свой сотовый или любительскую видеокамеру, звоните по телефону 919404. Всего вам доброго и увидимся в городе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова